Общественные слушания идут по сей день еще с 20 марта. Ученые, экологи, общественности, местные жители категорически против строительства Шуренской ГЭС. Это кадры заседания, которое не так давно прошло в Министерстве природы Бурятии. Монгольская сторона представила технические задания по двум проектам, которые вызвали массу возмущений. К сожалению, мы сейчас видим, кто представляет этот проект. Это монгольские специалисты, которые получили советское гидротехническое образование. Они и мыслят в такой советской парадигме. То есть построить чем выше, чем крупнее плотина, тем лучше, больше электроэнергии. Ну а река, там же вода же останется. Подумаешь, живая река будет мертвое водохранилище. Главное, энергия будут, деньги. Реализовать свои планы по строительству ГЭС Монголия грезит еще с советских времен. И вот, казалось бы, нашли инвесторов в лице Всемирного банка. Независимые эксперты говорят, общественное слушание в России – большой шаг со стороны наших соседей. Ведь инициаторы проекта «Монгольское бизнес-сообщество Минист» долго сопротивлялись. Они знали, что все это приведет к увеличению сроков, замечаниям и проблемам. Тем не менее, Всемирный банк обязал провести эти самые слушания. Трансграничные реки, такие как в данном случае Селенга, всегда вызывали конфликты между государствами, если дело касалось строительства гидротехнических сооружений, говорит Артур Алибеков. Главная наша задача, и я так понимаю, с заявлений инициаторов проекта они это разделяют, сделать так, чтобы развитие Монголии было возможным. Российская Федерация не против развития. Мы поддерживаем развитие монгольской стороны и других сопредельных государств, потому что видим в них своих стратегических союзников. Но это развитие не должно наносить ущерба национальным интересам Российской Федерации, не должно наносить ущерба озеру Байкал. Потому что риски катастрофические, и это, пожалуй, понимают все, кто имеет отношение к великому наследию Байкала. Хочется надеяться, что монгольская сторона услышит нас и отменит строительство ГЭС на Селинге. А пока слушания продолжаются. Дарья Белоусова, Виктор Горновской. Новости дня.